Всем привет! Меня зовут Томми Ройтин, я являюсь президентом клуба молодых бизнесменов. И у нас в гостях самый титулованный бизнес-тренер России Радислав Гандапас. Да что там в России? Хорош скромничать. И СНГ. Неизвестно. Это такая категория, знаете, неустойчивая. Мне кажется, что люди, их реакции, их результаты должны быть главным объективным критерием. Титул, награды, звания вещь приятная, особенно в начале карьеры они приятные. А потом становишься менее к ним чувствительным. Все-таки заглядываешь людям в глаза, типа ну как, результаты есть, вот пришел второй, третий раз, ну как. Это когда люди рассказывают, вот это титул, вот это награда для тренера. Несомненно. Ну да. Так вот, Радислав, здравствуйте. Здравствуйте. Пошли вторые сутки, как мы практически неразлучны. Да, и вот у меня есть несколько вопросов, которые я бы хотел вам задать. И первый у меня вопрос. Самая дорогая ошибка, какая она была и сколько она вам стоила? Моя? Да. Я так понимаю, что речь про бизнес. Речь же не про детей, не про досуг, не про друзей. Про бизнес, ну простая вещь. Избыточное делегирование при недостаточном контроле, которое привело к выводу активов двум менеджерам, которые поставлены были на очень ответственные, важные позиции. Они просто вывели активы под себя, зарегистрировали юрлицо в офшоре. Это юрлицо зарегистрировало юрлицо на территории России, они вывели туда активы, которые, в общем, дали мне на подпись одни документы, а к нотариусу унесли другие. И по итогу я остался 9,5 лет инвестиций в бизнес, который номинально мне принадлежал только в виде пачки документов и печати. А дорого обошлось вам это? 9,5 лет. 9,5 лет? Ну, конечно, эти 9,5 лет я не только этим занимался, но я вкладывал ресурсы и финансовые, и временные, энергетические в этот проект, надеясь, что он станет кормить меня без моего участия, что он будет существовать. Это иллюзия, это, знаете, стало понятно у меня, знаете, вся жизнь предпринимателя – это опыт. И я приобрел важный опыт, хотя, казалось бы, я совсем не наивный мальчик, я терял до этого бизнес по разным причинам. И, казалось бы, нужно было учесть эту практику, и у меня развеялась эта иллюзия, что можно создать бизнес, дать его в управление и только, чтобы деньги получать на карточку, и все, очищенное совершенно. Это иллюзия, и я хочу всегда извлечь от иллюзии, что так можно сделать вот такой бизнес, контроль, в котором будет подобным образом существовать. А что это за бизнес было? Ну, сейчас не буду слишком вдаваться, а то мне придется уже называть имена, бренды и так далее. Хорошо, а вот какие выводы вы сделали? Вот, чтобы вы, вот, знаете, вы заранее знали, вот, что может быть такой сход, как вы бы изменили ход событий, что бы вы сделали, как вы подстраховались бы? Ну, я бы не был таким лентяем, я хотел заниматься тем, чем мне приятно заниматься, а всю рутину хотел скинуть на других людей. Но в какой-то момент потом люди приходят, говорят, надо обсудить, решайте, решайте сами. Надо подписать, не читая, подписал, да, вот таким вот образом. Потому что, ну, как ты же поставил людей грамотных, ответственно, значит, они все делают правильно. Но парадокс в том, что контроль, он является дисциплинирующей мерой не только для самого контролирующего, он является дисциплинирующей мерой для контролируемого. Когда человек контроля не получает должного, он это воспринимает как неуважение со стороны работодателя. Он меня мало контролирует, значит, он меня, как бы, не любит, не уважает, не ценит и ему по барабану. Поэтому его надо наказать каким-то образом. То есть, бессознательно даже люди могут начать себя вести деструктивно для компании, если недостаточен контроль. Контроль – это, это, а ваше отношение к тому, и ваша, это демонстрация того, что бизнес для вас важен. Если вы его не контролируете, значит, он не важен, значит, а почему бы им не завладеть, или почему бы не саботировать его. Поэтому, диригирование – это вещь прекрасная, но вы должны отпускать вожжи в то же самое время, усиливать контроль. Но каким вот так, контроль – это натяжение вожжи? Нет, 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 вот завтра у нас будет тренинг, на котором мы обсудим, как это сделать. Если брать бизнес, работу, вот за что вы больше всего гордитесь? В нашей профессии очень просто. Результаты участников – это предмет гордости. Когда я узнаю, что человек жил в деревне, и ему была уготована участь вот такого прозябания, и он посмотрел мои ролики на ютюбе, зарядился, замотивировался, принял важное решение, переехал в Москву, выучился, получил работу, живет в Москве, наслаждается благами цивилизации и посматривает на своих товарищей, которые с ним жили вместе в деревне, и понимает, какая участь ему уготована. Только на одном ютюбе поднялся, и потом мне об этом рассказывает в кафе при случайной встрече. Я считаю, это очень хороший, серьезный повод для гордости. У меня дочь присутствовала при этом разговоре, так внимательно слушала, открыв рот, ей было 6 лет, она шла потом по улице Солянка в Москве, это, ну, Китай-город, шла и как закричит «Мой папа – знаменитость!» Ну, у нее своя интерпретация, но папа тоже испытал определенную гордость. Когда подходит человек и говорит «Семь лет назад я употреблял наркотики, и дело шло к тому, что я стану ими торговать, заниматься ими профессионально, если можно так выразиться», он говорит «Но я потом посмотрел ваше видео в интернете, я понял, что, ну, куда я иду, начертил себе другую перспективу, пришел на ваш тренинг, и вот сегодня у меня компания, международные связи, семья, дети и наркотики там навсегда вычеркнуты из моей жизни. Я думаю, ничего себе, люди для того, чтобы избавиться от наркотической зависимости проходят чудовищные лечения, это не факт, что избавляются, а человек на одной только информации смог подняться. Это предмет для гордости. Я смотрю, мне не верится, я думаю, ну, не могло быть, что на одном только, на одном только контенте человек поднялся, но, однако, это происходит. Я слышу другие истории, не так часто, не всегда человек осознает связь между тренингом и изменениями в жизни, но, тем не менее, я довольно часто слышу истории, и могу сказать, что это такой зал славы. Можно эти истории, эти success stories, можно их вот наклеить на стены и ходить время от времени, перечитывать, чтобы гордиться, но дело другое, что оборотная сторона в моей профессии, как возгордился, так полетел вниз. То есть, нужно постоянно относиться к себе с известной долей самокритики, понимать, над чем еще следует работать, совершенствоваться и не расслабляться. Вы, бесспорно, являетесь очень сильным бизнес-тренером, но вы можете называть еще трех других бизнес-тренеров, которых вы уважаете и считаете, что они достойны внимания? Смотрите, в последнее время происходит размывание термина, потому что бизнес-тренер – это такая категория, что вроде бы это нужно с маленькими группами, такие люди, как правило, неизвестны. Есть люди, которые работают с большими залами, это другой формат. Вот именно большие залы. Тут с большими залами. Ну, Андрей Левченко блестяще работает с большими залами, хотя он, может быть, имеет не такой высокий уровень известности на сегодняшний день. Игорь Манн, ну, это традиционно, это, наверное, никого не удивит. Батарев сейчас очень сильно пошел в рост, его имя все чаще-чаще называют Рызов. Ну, пожалуй, вот такой список. А из мирового, то есть из иностранных, из американцев, из… Невозможно выделить лучших. Их там на два порядка больше, чем у нас. У нас в течение последних 10 лет 5-10 имен. Всегда одни и те же имена, по большому счету. Если мы выходим в пространство англоязычное, это сотни, это сотни. Мы знаем Брайана Трейси, Маршала Гордсмита, мы знаем Робина Шарму, Тони Робинса, там, и еще, может быть, из десяток имен мы можем перечислить «Аллен Пис». Но там, если вы выходите в западное пространство, то, во-первых, там есть ряды молодых. Вот тех, что я перечислил, это люди возрастные. Это все за 50, за 50, за 60. Мы их знаем больше, потому что книги, бестселлеры, они до нас доехали, они на нас гастролируют, потому что на них спрос общий мировой, за исключением Тони Робинса, на них общий мировой спрос. Там им Россия закрывает процентов 20 спроса. Просто потому что они здесь звезды. Ну, как Бони Эм, знаете, Бони Эм нигде больше не поет, кроме России, у меня такое впечатление. Но еще там в Турцию, потому что россияне там отдыхают. То есть в мире Бони Эм не слушают, это уже не явление. А в России оно еще, да, потому что это бот в нашей юности и так далее. Если мы выходим на англоязычный рынок, там сотни имен, людей 40 плюс-минус, и мы их просто не знаем. Их огромное количество. Они востребованные, они дороги в работе. И не думаю, что нам удаст какой-то рейтинг составить, какой-то шорт из них. Вот я всегда удивляюсь, что в Америке это достаточно нормальное явление, тренинги. Это популярно, туда ходят многие. А вот в постсоветском пространстве к этому относятся, ну, как к чему-то, что обман, уговаривать, объяснять. Объяснить, что это важно, нужно понять. Будет огромное количество хейтеров, которые будут писать, комментировать негативно. Не только конкретный тренинг, но и всю индустрию в целом. Как некий лохатрон. То есть, с чем это связано, почему? Ну, кстати, культура. Я бы сказал так, культура, ну, это психотерапия. Каждый второй американец используется услугами психиатра, как они это называют. Хотя в нашей терминологии психиатр, это все-таки клиническая ситуация, это болезнь, он занимается ими психотерапевт, занимается все-таки здоровыми людьми, помогая им меньшими ресурсами решать более сложные задачи. Каждый второй американец использует услугами психотерапевта, может быть, даже больше. Это нормальные порядки вещей, это не нужно скрывать. У нас такое, тебе нужна психотерапия, что я псих, что ли? И тебе нужно психотерапия? Ну, нет, я лучше сам с собой разберусь и так далее. Это просто культура. Но я вам скажу так, в России потребление зубной пасты 1,7 тюбика в год. 30% населения не чистят зубов вообще. Какая-то часть чистят только один раз в день. Это культура потребления тех или иных товаров и услуг. Зато россияне съедает столько хлеба, сколько не стирает ни один человек в мире, например. Есть культуры, где вообще хлеба не едят. Это просто культура. Не культура в смысле Шостакович, Чайковский и Мусоргский, а культура в смысле поведенческих стереотипов, поведенческих неких привычек. У нас не в привычке проходить программы быстрого обучения узкому спектру навыков. Не в привычке. Даже в бизнесе. Многие компании ни одного рубля, ни одной леи не тратят на обучение сотрудника. Вообще ноль. Ни одного. Никогда. Это корпоративная культура компании. Есть компании, в которых, если HR потратил меньше такой суммы, среднеизвешенной на сотрудника, будет втык. Он должен потратить эти деньги, потому что тренд всегда окупается. Всегда приносит деньги. Но не только приносит удовольствие, мотивацию, знание, понимание. Он приносит деньги за счет повышения эффективности производственных процессов, уменьшения издержек, ну и так далее. Повышение общего уровня мотивации сотрудников, что тоже немаловажно, энергии, ну и так далее. Производительности труда. Эта культура потихонечку, очень сильно потихонечку, но тем не менее, она вовлекает все большее количество людей и так далее. Но, понимаете, какая штука. Я прихожу в Москве днем в ресторан, в кафе. 16 столиков, занято 2. День, время обеда. 2 столика занято. 14 свободно. Я говорю, что всегда так? Не, но вечером будет чуть побольше. Я приезжаю в Лондон. Мы выходим в обед. Ну, я там ехал, я взял кафе. Мы выходим в обед, капец, нет столиков. Нет, мы приходим в это кафе. В это, в это, нет столов. Садитесь в барной стойке, подождите. Но у нас перерыв, мы не успеем. Надо бронировать. Мы съели какой-то сэндвич, просто, ну, с прилавка, просто холодный сэндвич с прилавка, сидя на бордюре, съели, иначе мы остались бы без обеда. Забито все. Вечером выйти поужинать в ресторан, не забронировав столик за неделю, там, ну, хотя бы накануне, то есть ресторан так себе. Ты не имеешь шансов поужинать, все забито. При этом ужин тебе выходит в 100 фунтов. Сколько? В 100 фунтов. И это без вина. Катастрофа. То есть я в Москве за такие деньги, ну, я знаете, где могу поужинать за 100 фунтов в Москве? О-о-о! Мне будут петь на столе и танцевать. Понимаете, что? Но, я смотрю, так, люди все среднего уровня достатка сидят. Это не все какие-то олигархи, там, которые приехали на Бентли. Нет, это люди среднего достатка. То есть у них есть достаточно денег, чтобы платить эти деньги в ресторан. Значит, ресторан может заплатить эти деньги поварам крутым. Ресторан может заплатить крутое оборудование. Значит, этот повар может своего ребенка отправить в дорогую школу, элитную школу под Лондоном и заплатить школе. Это значит, что школа может принять таких детей, такое количество, что она может купить компьютеры, нанять дорогих преподавателей, в том числе из других стран, сделать нормальный ремонт в кампусе, там, ну, и так далее, и так далее, и так далее. У нее есть эти деньги, у школы есть деньги. Она не дотация государственная, у нее есть деньги. Эта школа может это купить. Значит, люди, которые продают компьютеры в школу, они могут заработать и в свою очередь купить там еще что-то. И так крутится вывод этой страны. У всех есть деньги. И все получают услуги высокого качества. Хорошую качественную еду, хорошее оборудование, хорошее образование детям. А те люди, которые продают компьютеры, могут пойти в клинику и получить реальную медицинскую помощь. Не таблетку какую-нибудь за 5 копеек, да, или какой-то липовый диагноз. Они могут получить качественную диагностику, глубинную, выясняющую саму судью, получать точечное лечение, которое не погубит их органы. И за счет этого сохранить жизнеспособность, продолжительность жизни, высокую и так далее. К чему я об этом говорю? Люди не ведут на тренинги не только потому, что нет культуры, не нет доверия. Сколько раз вам люди говорят, сколько? Вы что, с ума сошли? Я столько плачу за неделю моему сотруднику, а вы хотите за билет за один день, чтобы я сдал столько денег? Это так дорого, говорят они. Потому что для них это дорого. В западном мире тренинг стоит столько же, сколько здесь. Столько же. Цена на один билет совпадает, ну плюс-минус разнится. Она не на порядке, не в разы разнится, она разнится всего лишь на какие-то здесь 20-30%. Понимаете? Такая же стоимость участия. Но здесь у людей это неделя работы, а там у людей это час работы стоимость участия в тренинге. Понимаете? Поэтому чего бы мне заплатить за тренинг, за тренинг-день стоимость, которая позволит им за месяц сэкономить 100 часов работы? Ну просто за счет повышения эффективности и мотивации. Они сэкономят 100 часов. То есть вложения в тренинг стократно окупились. Так почему бы не потянут тренинг? В Сингапуре, между прочим, государство оплачивает 50% счета за тренинг. В конце года вы подаете документы, все документы платежные, чтобы вы участвовали в тренингах. И Сингапур возвращает вам ну просто из налогов эту сумму вычитают. И вы не платите налоги. То есть фактически государство вам 50% возвращает стоимость участия в любых обучающих мероприятиях. Потому что правительство Гонконга знает, что если человек обучается, он повышает свою эффективность, повышая свою эффективность, он крутит ВВП страны, он отчисляет больше налогов, потому что он больше зарабатывает, становится успешнее, становится счастливее, здоровее. Опоследованно, но все-таки человек становится здоровее, если у него есть развитие, если он заряжен, если он оптимистичен. Он больше в казну приносит в итоге, через время. И они оплачивают половину стоимости. А у нас пока нет связи между теми дениями. Ты должен забавахать недельную зарплату человека за тренинг, а как она потом окупится, Бог знает, окупится ли вообще когда-нибудь. Понимаете, в этом общее раскрутка экономики, успешность экономики дает возможность, для людей появляются свободные деньги на руках. Эти свободные деньги в еду не нужно, в одежду не нужно, в путешествие не нужно, все закрыто в обучении. В обучении кинули поднялась успешность отдельного человека, компании и страны в целом. Есть деньги свободные, кинули в обучение. Поэтому экономика, когда растет, происходит серьезная инвестиция в обучение этот рост. Если экономика стагнирует или тем более снижается, мы это очень чувствуем. В России мы очень чувствуем на нашем рынке снижение денег в этом секторе, в нашей индустрии. Мы очень чувствуем, что с 2014 года, когда пошло вниз, 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 прям очень серьезные сокращения. Мне хватает работы, но я за 8 дней проехал 6 стран с тренингами. И Россия здесь только одна в этом списке. Я там выступил один день, и все остальное по два дня. В Тергизии два дня, в Молдове два дня, в Украине один день был, и в России один день. У меня сохраняется объем за счет всех стран СНГ, где еще говорят по-русски, где еще достаточное количество людей говорит по-русски. Но если бы я работал исключительно в границах Российской Федерации, то у меня обороты бы снизились почти вдвое. Такая вот штука. Поэтому мы очень чувствительны, рынок обучения очень чувствителен к колебанию в экономике. А вы считаете себя инфобизнесменом? Назовите как угодно, только не кладите в этот самый. Что считаете инфобизнесменом? Я всегда считал, что инфобизнес, это если бизнес, я ремесленник, я работаю, деньги идут. Если я не работаю, деньги не идут. Бизнес, это тогда без меня. Это когда ты уехал, а деньги идут. У меня так не бывает. Инфобизнес, это когда информация продается, а ты не участвуешь в процессе. Там кто-то продает твою информацию. У меня так не бывает. То есть, ну а как называется тогда ваш деятельность? Я бизнес-тренер, это моя профессия, это мое ремесло, я этим работаю, я работаю ртом, руками, головой, люди за это платят, я зарабатываю. Вокруг этого есть бизнес, конечно, когда мы проводим мероприятия в Москве, это организует моя команда. Вокруг этого есть бизнес какой-то, то есть какие-то заработки, но без меня он не происходит, значит это не бизнес. Ну, в полном смысле это не бизнес. Окей, такой вопрос. Вы ранее говорили о том, что очень чувствуется снижение денег в России и это сказывается на бизнес-тренерах? В принципе, рынок тренингов считается не эластичным рынком, то есть он к этим колебаниям не так чувствительный, то есть не к колебаниям стоимостным. Стоимость тренинга, повышение и понижение не сильно влияет на строс, но в целом, конечно, доля денег в индустрии, когда сокращается, это очень заметно. Крупные компании сокращают бюджеты, замораживают бюджеты на обучение и даже банкротятся тренинговые компании, тренеры просто банкротятся. Им не хватает объемов, чтобы обеспечить нормальную доходность, чтобы держаться на плаву. И люди уходят в смежные профессии, в коучинг, уйду, уходят в найм, уходят, нанимаются тренерами корпоративными или возглавляют корпоративный университет, или там сотрудниками корпоративных университетов становится. Такой процесс происходит. Не слишком большая катастрофа в этом, это нормальная практика. Мы надеемся, что экономика пойдет вверх, хотя пока не понятно за счет чего. Ну, если взять Радислав Гондапас через пять лет, как увидите перспективы, что будет происходить дальше? То есть, вы говорите, что в России заказов меньше, но за счет того, что есть страны СНГ, у вас появляется возможность заработка. Что бы через заработка, это было бы слишком катастрофично. Мы сегодня в среднем отказываем двум из трех запросов, потому что я могу провести 200, скажем, выступлений за год, это за гранью уже физической возможности, теоретически могу провести 600. И поэтому мы, не бывает, что два в день, или бывает там утром в одном городе, вечером в другом, даже такое. Но есть какой-то предел, и мы отказываем. То есть, количество запросов выше, чем моя физическая возможность на сегодняшний день. Поэтому у меня нет поиска этой кормовой базы, интенсивного поиска, где еще заработать. Такого не происходит. Мы пока получаем запрос больше, чем я готов обрабатывать. Но дело в том, что в моей профессии деньги очень слабый мотиватор. Как и вообще для людей, которые работают в сфере интеллектуальной, материальные стимулы являются самыми слабыми. У человека можно забрать деньги, и он сохранит мотивацию к труду. Но у него можно забрать творческую составляющую, например, заставить его одну и ту же тему катать бесконечно, и тогда он станет несчастнейшим из людей, даже если ему платить вдвое. У нас должно быть развитие, должно быть творческий поиск и развитие. Я думаю, что здесь возможны какие поиски? Углубления. Не имеет смысла, потому что, скажем, я выдаю людям на тренинге примерно верхнюю треть контента. Вторую, третью, третью я не даю, потому что люди не подготовлены и не смогут его прокачать. То есть я сойду за сильно умного человека, но людям это не принесет пользы, они смогут постичь. Я прямо очень четко чувствую эту границу, ниже когда опускаться не нужно. В зале всего один-два человека находится на таком уровне компетентности, чтобы они оценили это качество контента. Второе, бесконечное расширение тем. Я об этим путем не пойду, потому что изучать 20 языков можно изучить, но ни один из них не будешь знать толком. Точно так же сделать 20 кем-тренингов, но к следующему тренингу будешь забывать, что там в нем, будешь потом листать конспект, это неправильно. Третий вариант, это расширение территории обитания. Я сейчас не горю и не пылаю, а так клею темой попытки реализовать себя за пределами русскоязычного пространства. У меня есть несколько запросов из Америки, из Франции, из Голландии или Дании, не помню, поступили запросы и из Чехии. Запросы приезжайте к нам, но не на русском, но на английском, потому что будет международный состав. Пусть час, пусть два, пусть три, не весь день, но это челлендж. Это все-таки очень серьезный вызов, потому что одно дело это бары, рестораны, аэропорты, отели разговаривать, другое дело разговаривать со сцены на профессиональную тему, получать вопросы, отвечать на них. Это более серьезный уровень, поэтому я ежедневно изучаю английский язык, я работаю над этой темой. У меня вышло две книги в Лондоне и появились какие-то реакции на эту книгу, у меня есть соцсети англоязычные, и я думаю, что буду идти в эту сторону. Я думаю с такой неуверенностью, потому что у меня нет твердого решения. Как говорят, лень это когда ты не можешь ответить на вопрос, зачем тебе это. Лень это не когда у тебя нет сил, нет желания, тогда ты не можешь ответить на вопрос, зачем мне это. Ну как человек, который бежит в квартире, у него бардак, нужно прибраться, ему лень. Потому что, ну приберусь я, ну и что, ну как бы, на что это повлияет. Нам нужно поехать помыть машину. Я не понимаю зачем. Я сижу внутри, мне чисто. То, что там снаружи, ну это мне по барабану, да как бы. Поэтому я не могу ответить на вопрос, зачем мне это. Если бы у меня спрос в России падал бы сейчас колоссально, катастрофический, я бы активизировался в поиске кормовой базы, потому что надо 4 детей кормить вообще-то. Но поскольку спрос сейчас находится на том уровне, который меня более чем устраивает, выход на западные рынки или рынок Юго-Восточной Азии, ну у меня нет внятного ответа, что я из этого получу, кроме гомороя. Сейчас очень популярна тема влогов. Есть такая достаточно известная личность на ютубе, это Дмитрий Портнягин, трансформатор. Он показывает свою жизнь и делает интервью с различными бизнесменами, которые рассказывают о том, как они добились результата, что они для этого делают. У него достаточно много просмотров, сотни тысяч, у него подписчиков практически достигают до миллиона. И очень многие сейчас пытаются повторить его успех. У них не так это хорошо получается, но также их просматривают и количество таких любителей растет. Как вы к этому относитесь, как вы смотрите на формат влогов, который бизнесмены рассказывают, показывают. И Дмитрий Портнягин уже стал бизнес-тренером, он выступает, у него есть даже интенсив. И что вы вообще на эту поводу скажете? Молодец. Насколько вот, допустим, вам близко? Мне близко. Какой вот вы считаете результат? Результат может передать такой вид бизнес? Результат может. Но для меня лично очень важно, чтобы то, что я делаю, доставляло мне удовольствие. Я знаю коллегу моего, который сказал, я сейчас записал много видео контента и я наконец-то могу больше не ездить и не выступать. Я буду продавать видео контент. Я буду удаленно просто давать задания, проверять эти задания, людям высылать обратно. Я буду продавать видео контент. Слава Богу, я могу больше не ездить. Я бы повесился, если бы я был поставлен судьбой обстоятельства, когда я не мог бы ездить, выступать вживую перед людьми, видеть разные города, страны, лица, обниматься с участниками, слушать их истории, вызывать их на сцену и так далее. Я бы повесился, если бы я записал видео и сидел бы дома как крот, проверял бы домашние задания. Он говорит, все, сейчас я делал, раскрутил, оно приносит мне столько дней, сколько живые выступления, больше могу не ездить. Вы знаете, это две разные позиции. Для меня самая большая радость и удовольствие это выступать перед людьми вживую, в живом непосредственном контакте в одном энергетическом поле. Для меня на втором месте, наверное, вебинары онлайновые, когда я взаимодействую с людьми непосредственно. Для меня на третьем месте это видео, которое я записываю заранее, а люди его смотрят потом и что-то там выполняет какие-то задания на третьем месте. Но я все-таки предполагаю, что контакт. И на четвертом написание текстов, статьи, книги. Я в профессии, пожалуй, больше ничего не делаю. Вот эти вот читы. И они в порядке убывания. Поэтому я к влогам отношусь большим пиететом. Я сам потребляю и блоги, и влоги, и аудиоподкасты, и черпаю пользу, энергию, удовольствие, информацию. Но к записи видео я сам записываю. У меня у самого есть видеоподкаст. Он есть, я его записываю. Но он не сравнится по уровню наслаждения с непосредственной работой. Какая вот вы считаете разница между человеком, который зарабатывает 1000 долларов в месяц, бизнесменом, и бизнесменом, который зарабатывает миллион? Почему вот у кого-то удается все-таки получить знание, как заработать этот миллион, а у кого-то не получается? То есть бывает такое, что встречается достаточно часто ребята в 26 лет и уже миллионеры. А очень многие в 35 и вот до сих пор зарабатывают 1000 долларов в месяц, но они бизнесмены. Вот какая вот такая ключевая разница между этими людьми, что кому-то удается и в раннем возрасте, а кто-то уже достиг уже солидного возраста. Бизнесмен он уже там с 15-летним стажем, но вот у него все колеблется. То он чуть больше зарабатывает, то чуть меньше. В чем разница этих людей? Информация сегодня не является уникальной. Это не является сегодня конкурентным преимуществом знания, как заработать миллион. Тем более я не очень представляю себе, как оно должно выглядеть, это знание, как заработать миллион. Его не существует в природе, потому что есть вот конкретное дело, из которого можно этот миллион сделать, да, можно развивать его до миллиона. Есть дело, в котором просто таких объемов нет, просто на рынке нет таких объемов. Есть емкость рынка, которая не позволяет миллион заработать. Совершенно понятно, что цветочный киоск не принесет вам миллион один. А вот система оптовых поставок цветов, допустим, или их импортирование из Голландии может принести миллион. Не может принести миллион этот киоск, но зато миллион может принести сервис по оформлению деловых мероприятий, свадьб, поминок, похорон, цветочными композициями, например. Миллион там может найтись. Ну и так далее. Поэтому изменение модели бизнеса может это принести. Но человек занимается бизнесом не только ради миллиона. Вы же не знаете, человек 35 лет, почему он зарабатывает тысячу. Может быть, он эту тысячу поставил себе в качестве планки и не хочет ее переступать. Может быть, увеличение объема заработка в его бизнесе будет его напрягать. Непонятно будет, что делать с этими деньгами. Непонятно будет, как их сохранить, сберечь. Как сделать так, чтобы на них не позарились другие люди. Мы же не знаем психологию человека. Я могу сказать, что каждый человек имеет то, что он себе нарисовал в свое время. И он достиг. Никто не живет той жизнью, которая не хочет жить. Вот надо оставить эту идею, что они там мучаются. Парень 26 лет хотел ездить на Феррарию. Он ездит на Феррарию. Человек 35 лет хотел зарабатывать твердую штуку. Он зарабатывает твердую штуку. Потому что, если бы он хотел другого, он имел бы другое. Сегодня мир возможностей. И тот, которому 35 лет, он мог воспользоваться теми же возможностями, которые... Но не захотел ли возможностями воспользоваться, как я не хочу писать влоги. Хотя я понимаю, что на влоге я могу заработать миллион подписчиков. А на живых выступлениях у меня там 800 человек. Всего лишь. Это каждый себе сам выбирает ту модель. Она для него оптимальна. Это гомеостаз. Он его достигает. Если человек декларирует, что он хочет других результатов, ну пусть он делает другие результаты. Он же знает, как это сделать. Повторю, информация не является уникальной. Если взять, допустим, тот человек, который в 26 лет достиг результатов в миллион, и он этого хотел, у него получилось. И тот, кому уже 35-40, и он тоже хочет добиться. Да откуда вы знаете? Декларация это не всегда означает. Но у него не получается. Вот какая вот эта разница? Что не получается? Не хватает знаний, не хватает, может быть, каких-то... Расскажу вам старую притчу. Равин гуляет с учениками в направлении синагоги и беседует с ним, какие-то наручительные беседы ведут. И тут они видят сцену. Какой-то старик вытаскивает из ямы осла, который туда упал. И он тянет его за поводья, но это не... Осел карабкается, но ничего не получается, потому что... Бреба говорит, ребята, давайте поможем старику, все за чьи рукава бросают. Кто бросается в эту яму, за попу выталкивает осла. Кто-то помогает тянуть за поводья, кто-то за передние лапы, вытянут копыта, и вытянут осла. Старик довольно счастлив, слезы, вымирения, какая у нас прекрасная молодежь. Они доходят до синагоги, что там побыли какое-то время, возвращаются назад через несколько часов. Тот же старик опять уронил осла в ту же самую яму и сидит и горько плачет на краю. Они проходят мимо, все так норови, но тот никакого виду не подает, проходят с полкилометра. Ребята говорят, Рэббет, просто хочется понять, а почему на этот раз мы не помогли? Он говорит, в чем? Плакать? Понимаете? Можно помочь человеку, если он пытается, но нельзя человеку помочь плакать. У меня так дети бывают иногда. Папа, у меня там то, я не сдам экзамены, я не знаю, что делать. Я говорю, ты хочешь, чтобы я помог плакать? Вот так задумался сын. Я понял, я говорю, что? Он говорит, помоги мне найти репетитора. Я говорю, это все еще плакать, помогать. Найди себе репетитора, я тебе его оплачу. Я оплачу тебе, ну я оплачу, но ты должен тащить осла. Ты не тащишь осла, ты мне говоришь, вот осел упал в яму. Люди, которые в 35 лет говорят, я хочу зарабатывать миллион. Но что тебе мешает? Я не знаю, что мне, я не знаю, не владею информацией, я не знаю, чего. А чего именно ты не знаешь? Ну ничего не знаю, брак. Чего именно ты не знаешь? Ты не знаешь чего? Маркетерного, бухгалтерского учета, налогового законодательства, рынка ты не знаешь. Значит, узнать рынок. Загугли, данные по рынку в открытом источнике. Не знаешь бухгалтерию? Найми бухгалтера квалифицированного. Не знаешь налоговое? Возьми консалтинг налоговый. Есть налоговый консультант, он тебе поможет. Он тебе подберет такую форму налогообложения, которая сэкономит тебе деньги. И более того, есть государственные субсидии, ты можешь об этом не знать. Так ты узнай это. Твой бизнес подпадает под государственные субсидии. Ты можешь получить государственную субсидию, получить бесплатный кредит, рассрочку какую-то, получить госзакупки. И ты можешь выйти на свой миллион. С чего ты именно не знаешь? Ты тяни осла хоть чуть-чуть. Ты же помогай немножко тебе помогать. Я ничего не знаю. Но это же неправда, что ничего не знаешь. Я так не хочу, я хочу по-другому. По какому? Ну и не знаю. Ну не так, как я хочу. Но это опять помогать плакать, понимаете? Мы, вот есть такое понятие, помогающая профессия. Это врачи-учителя. Помогающие. Мы помогаем, но мы не можем, мы не можем помочь плакать. Мы можем помочь тянуть осла. Мы помогающая профессия. Приди ко мне, я научу. Но ты приди ко мне на ту программу, которой тебе не хватает знаний. Тебе не хватает мотивации и смелости, приходи вот на эту программу, там self-made management, self-made motivation. Тебе не хватает знаний по эффективному управлению, приходи ко мне на крест-лидера. Не хватает знаний по продажам, иди к Рызову там, или иди по этой теме к Батыреву. Купи книгу, купи хотя бы книгу, прочитай, ну делай что-нибудь, ну хотя бы чуть-чуть осликатини. В завершение, если у вас была бы возможность, знаете, оставить потомкам какой-то посыл, чтобы они, используя эти знания, могли для себя каждый раз что-то новое взять. Ну, допустим, какой-то принцип работы с собой, чтобы создать вот self-made man, либо self-made woman. И каждый раз, вспоминая этот посыл, они бы делали какое-то действие. Вот есть какой-то принцип, который помог бы каждому человеку действовать, а не размышлять и ныть? Вот есть какой-то вот, от Радислава Гондопаса какой-то вот такой посыл? Я боюсь, что нет и не будет. И вот почему. Я наблюдаю у моих детей их умения и навыки. Сравниваю с тем, что умею я сейчас, что умел я в 15 лет. Значит, у моего сына раз в 16 больше навыков, чем у меня было в 15. Но мой сын в 15 лет умеет играть в гольф, уверенно чувствует себя на ринге в кикбоксинге, управляет двумя разновидностями самостоятельно парусных судов, ездит уверенно на лошади, говорит по-английски с такой скоростью, что я даже не понимаю, что он говорит. У него друзья в разных странах мира и он может ездить в гости к ребятам, где ни один человек не говорит по-русски и совершенно комфортно себя чувствовать в этой ситуации. У него есть навыки презентации, он выступал на аудиторию до 200 человек совершенно легко. Он, ну и так далее, и так далее, и так далее. Наборовый навык и мои 15 лет вообще рядом не стояли. Я сравниваю навыки с тем, что есть у меня в мои 50. И есть вещи, которых мне не догнать. Мне не догнать его в уме английского. Никогда. Все, поезд ушел. Он устачит дальше. Он владеет компьютером, там пальцем вершит какие-то чудеса. Я не могу постичь, как он это сделал. Я пользуюсь маком. Но с тех пор, как они появились, и оказывается, я использую их как колхозник на 5%. А он там чик-пык, рыс, раз там, а как это все? Какие-то приложения, программы, которые для меня непостижимы. Что я могу им отсюда в вечность такого изречь? Какой инструмент я могу им подарить, такой, который повлияет на их эффективность, там, self-made man и так далее? А не self-made man. Он сидит и готовится к тестам, а я не могу даже понять, что написано. А он сидит и готовится несколько часов, несколько дней к этим тестам. Я думаю, что дети наши будут нас учить, а не мы их. Они владеют теми вещами, которые для нас недоступны. Поэтому это очень большое самомнение – получать детей. Я когда, ну, если я открыто стараюсь понять, чем живет ребенок, я вдруг понимаю, что, ну, что мне не нужно, вот, сейчас ему говорите, застели постель, там, немедленно, там, убери в шкафу, прибери в шкафу. Потому что то, что у него в голове, да, в шкафу у него бардак, но у него в голове там столько всего, что мне нужно пойти и прибрать в своем шкафу, навести порядок, у меня есть на это время и так далее. И поэтому они свою науку выведут. Я не думаю, что они будут нуждаться в нашей. Я, конечно, и такой ответ ожидал, но… Но вполне разумно. Ну, вы знаете, не надо быть самонадеянным человеком. Нужно понимать, что у каждого следующего поколения есть свои возможности и преимущества, которые нам… Нельзя молодых стаскивать в нас, ну, в наше время. Нельзя их хватать и тянуть сюда, живи по нашим законам, принципам и так далее. Мы их упрекаем, что они мало читают, но они много смотрят видео и они там много играют. Но в завтрашнем мире умение уверенно обращаться с компьютерной техникой будет важнее, чем умение складывать из буквок слова. Скажу больше, в социальных сетях находясь или, когда они скроллят интернет, они, порой, читают слов больше, чем мы в книгах. У моих детей отличный русский язык, отличный я прямо тестирую. Ну, я же бывший учитель русского языка. Я их тестирую на словарный запас, на фразеологию, на метафоры и так далее. Он отличный, они много нахватывают чего из интернета. И поэтому не нужно быть в семье и вообще в мире таким инквизитором. Ай-яй-яй, вы верите неправильно, вы инновации и все такое. Мой сын, например, понимает, что такое криптовалюта, а я нет. И он говорит, хочешь ты объясню на пальцах. Понимаете, кто того учить будет. Надо доверять следующему поколению. Мы можем учиться, беря информацию из атмосферы. Я не понимаю эту мистику, но я прочитал недавно книгу, в которой сказано, что язык у ребенка предустановлен. Что ребенок так быстро в детстве изучает язык. У меня ребенок, у меня там младший сын, он в два года говорит по-русски, что иностанец, ему надо будет три года, чтобы выйти на такой уровень русского языка. А у него за два года, при этом он не знает правил времен спряжения, но он не ошибается. Чтобы предустановлен. То есть у каждого следующего поколения какая-то информация предустановленная из прирождения. То есть есть софт, который мы скачиваем, а есть предустановленные софты. Это очень интересная мысль. И мне кажется, что я бы постерег создавать советы. Я бы лучше прислушивался к ним, стараясь наполнить мою жизнь теми возможностями, которые им доступны, а мне пока нет. Радислав, большое вам спасибо. Все было очень ценно. Спасибо вам, Клуб молодых бизнесменов. Молодых бизнесменов. Душою, не возрастом, душою. А, бизнесмен всегда молод душой. Вы тоже, Радислав, очень молодые. Спасибо.